приветствую всех зрителей нашего канала с вами снова андрюха обыватель и также мой компетентный собеседник папа здравствуйте сегодня по как по просьбе подписчиков мы делаем обзор вещей которые мы более подробный обзор вещей которых мы купили за последние 2 два месяца где-то хочешь им сказать эту картину да хочу сказать значит это я делал акрилом и это такие скалы в море такие очень красивые вообще-то по идее там это но так такое такое изображение скал бывают и во франции на юге и крыму даже если только на мальте его уже нет обвалилась у ну вот видишь теперь осталось запечатленные ну хорошо так значит эту работу я делал где-то в 2015 году вот ну и давай приступим наверно ладно начали показывать чего-нибудь зору начну с этой прекрасной вазы ну вот и только смогу сказать что она не сегодняшний день это уже точно потому что вот этот гобальт этот граунд этот фон на котором сделаны такие беленькие такие барельеф чеки то это уже это старые более приемы сейчас сделают более светлый голубой цвет вот и потом чуть-чуть ущерба на ней да показываю сатиров рога поломали ладно рост согнули ну видишь а ты посмотри какое качество вот это литье высоко к это фарфор хороший пошел на пыль на это они сейчас уже уже делают фарфор настоящие это не это не был чайно это говорят этот пепельный фарфор как-то называют его не знаю это не был чайный это настоящий фарфор и не знаю может они даже не тут производит его где-то фирма производит не знаю ну и марочку покажем давай она натиснением сделана видно 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 вы живут еще ущерб да это надо реставрировать ну раз уж пошли вазочки давай вазочки продолжать темный кобальт и золотом цветы это цветы ну неважно какие цветы во всяком случае колокольчик колокольчике до работа исключительно шикарная фарфор самого лучшего качества это германия и и вот видишь розенталь или розенхелл я не знаю как прочесть правильно прознан пол разом полка вот это сейчас они так делают они фирму держат она старая фирма но продолжает работать и я даже затрудняюсь сказать что может этот фарфор он лучше даже по качеству чем китайский вот мне что-то кажется громкие слова немцы они в этом молодцы так это богемия ну и потом какая здесь фишка в этой вазочки очень красивый сделан тоненький рисуночек с серебром тоненько-тоненько я не знаю как это не богемия то чехи они очень здорово это умеют делать и вообще мастера по стеклу значит вот это тоже серебро так уже патина надо чистить красивая вазочка значит я сильно сейчас не делаю акцент на вазы до больше уже на более мелкие вещи но это из-за того что дешево такие купил такая инерция осталась еще раз старых времен но все это можно все это можно создать что-нибудь сейчас это можно все показать на ebay и может быть кто-нибудь там захочет приобрести два подсвечника они деревянные он скажет да все бронзу мечтают деревян дерево особенно оба нет это какой-то пластик современный тридцатых году этот оба не реализовано дерево ebony черное дерево очень твердая но очень твердая из него даже есть высшего квалификации и делают шахматы из ebony вот это ebony и тут даже что интересно они пишут что это ибо нибудь так на царапанной там какие-то можете не целый мастера и вот там все написано это очень интересные подсвечники они викторианские старые это сейчас тоже можно предложить на ибо и как раз и не ведут праздники так а целая история когда-то мы сильно на ибо и продавали сейчас сейчас как-то остановилась вот такая вещь это для карандашей ну может быть для кистей или даже кто-то наливал туда что там кожи чернила какие-то не нет нет вот лишь пятна такие темные ну в общем для кистей или для карандашей может воду наливали это бронза бронза это скорее все это персия или турция значит смотри вот это вот прожил очка она есть медная а я тогда серебряные потом это не посеребрение это именно накладывают такой жгутик серебряный впаивают его интересная очень работа очень интересная работа отставляешь отставит так это такая посудина для яичка обычно для детей потому что она из дерева сделана дерево очень хорошая скорее всего это орех или не знаю какой еще в общем классное дерево старая работа дерево уже уже потемнело ему где-то лет 70-80 вот этой штуки может больше да обычно для детей дают дают и таким чтобы не дать но деревянно ваш ребенок не шарахнул давай так вот это интересная вещичка значит это не рюмка это такой кубочек маленький да и значит он посвящен какому-то событию вот прочти пожалуйста монограмма что-то 1929 года ван майл вылей на одну милю эстафета это передают эти она была на интересное что ты не прочел еще внизу что там чайна флит атлетик какое место не написано чемпионат не написано какое-то первое ну так чушь ты говоришь ну вот значит эту рюмочку она была такая вся в патине грязная я спросил у мужика ну чайна флит это шо китайская эскадра какая-то может базировалась которая в китае это не обязательно 6 скорее всего базировалась тут это за мигрантов китайских выкина из соревнований по моему обратим внимание печать есть сейчас мы ее разыщем вот покажи и поближе вот китайские буквы иероглифы и еще написано вот имя да так я вас спрашиваю мужика сколько стоит он говорит так посмотрел пренеближительно фиктипеда 50 пенсов я как-то засомневался думаю ну наверное это пустячок какой-то но дома почистил рассмотрел серебряная рюмаха она прилично тяжелая и за 50 пенсов такую вещь купить я считаю это большая удача это нечасто такое встречается дальше положу чтобы не пустого вашу серый экран тут мне пожалуйста вот уже не серый рыжий ну молодец рыжий кот котенок тоже это я сильно сейчас этим не увлекаюсь уже давно но почему купил потому что фирма хорошая а вот пожалуйста basic 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 вот так пишут создаваю как без вы но это это ценится вот как dalton royal dalton так и basic это 2 не так сильно как дал самые две мощные фирмы которые здесь делают это уже не порцелан а керамика совершенно верно хочется еще кое-что показать андрюша ты знаешь тут один дяденька он приезжали здесь он не местный вот такую красивую пряжечку он пляжечка привлекает сильно внимание что маль эмаль конечно потом это не сейчас они сделали ей лет сто точно давайте посмотрим сзади вот пожалуйста она может так вот раз и два и кислый квас значит она сделана из латуни может из бронзы трудно сказать скорее всего это латунь на эмаль великолепно такая иллюзорная это классно сделано подбор цветов ну здорово в общем хорошая пряжка я уже не помню за сколько любопытнейшая вещь это табака табаке рачка но она табаке рачка я не думаю что она карманная хоть и маленькая она скорее всего столь настольная потому что вот лишь крышечка сама раз внутри посеребрение сверху было все пока прожили брону да все покрыто серебром было но интересный рисунок не заинтересовал во первых вот эти вот и символы это символы королевской семьи по-моему или вскрылась власти что уж это такой она там печь если бы она кому-то принадлежала из становит их людей на было конечно серебряные утыканы бриллиантами тока нет она из латуни сделано или бронзы да но мне понравилось вот эти вот накладочки барельефные и опять же что это символика это надо обратить на а какой прекрасный дракончик не обрати внимание на нем корона вот так значит что-то такое да из себя это стал дальше значит это вещица побыстрее ну давай тогда вот эту рассмотрим пудреницу с вышивкой да это опять очередная будет розыгрыш у нас я туда не вставлю в розыгрыш это пудреница которая то подожди я сейчас открою которая в хорошем состоянии в отличном можно сказать состоянии и есть вот этот тампончик там немножко остатки пудры аромат потрясающую пудры видно шум это парфюм был здоров скорее всего франции закрыли состояние хорошая и сзади есть значит расскажи что это какой рисунок но так вышивка да это шитье золотой ниточкой и накладка как аппликации какой-то черный грань ткань до черненькая ткань и значит вышивка золотка такой золотой ниточкой по-моему шикарная вещь я не знаю может ниточка не из золота но во всяком случае она похоже как золото и вышивка очень хорошая пудреница так это до следующего важно теперь ну ладно вот я сейчас несколько вещей поставлю значит так думаю я что кое-что здесь есть и серебряная есть без печати есть печать на эти мелкие вещицы ну ладно значит вот это какой-то оленек оленек до маленький значит на нем меркозитин и до марку марка сальт марка сайт вот она сдали и вот на ней по-моему есть даже проба значит это серебряная вещь вот это вот вот это кувшинчик очаровательный никаких марок нет иди знай серебряная нет не знаю так здесь вот это тоже камушек это как у монстром ты ты что перламутр перламутр нет это не перламутр а до перламутр да кусок перламутра вот тоже такая очень без девушка значит вот это я думаю чарм для браслета цепляют такие и вот эта брошечка интересная она была вся темная и грязная я ее почистил значит и здесь вот она чистилась легко на булавке как какая-то не знаю как клеймо какое-то и я думаю что это брошечка старая может викторианская она оказалась серебряная вот этот маленькая брошечка хорошая вещь то мы еще ксал вот это штуковина значит мужик сказал что в этой кочке где мы я выбрал эту лягушку прекрасную он говорит здесь серебра нет это они где-то не дороже 5 фунтов я где-то купили за четыре пункта эту лягушечку красивая очаровательная можно сказать да и глазки оказалось серебряная да и тоже какое-то клеймо есть но его очень трудно понять увидеть я когда почистил где-то вот или тут на лапке или здесь где-то вот я вижу да ну вот какой-то клеймо так вроде просматривается что 925 надо столько мелко и не точно не четко ну я уже так проверял как тут своими методами это серебряная вещь оказалась довольно неплохая брошь 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 да теперь вот такая брошь тоже это лежа геррида но эффектная это такая мне сейчас она уж это павлин нет это рано что в райской райской птице есть такой да красивая сзади отлично все уже тоже она новая новая но зато сделано очень хорошо это какая-то фирма от и но и теперь сейчас я поставлю вот вот эти вещицы это фарфор на фарфоре роспись вот это вот 19 век точно это уже где-то начало двадцатого это ли можешь а это я даже не знаю кто там ничего не написано вот фарфорчик может может что-то такое может тоже в франции не знаю очень красивые вещи я люблю когда на фарфоре роспись какая-то все сделано красиво все кистью сделано намного да давай и водки пеша камея и не одна это мне повезло это я у одного дельца купил он иногда недорого продает иногда хочет загнуть так что ты знаешь вот это в оправе значит оправа вот это оправа не серебряная из латуни позолоченная это серебряная это безумного дальше нет дальше подожди хочу пару славу сказать я сейчас стал обращать внимание на камеи только высшей квалификации раньше все ольками обрадовался именно на лесбу ты обращаешь внимание они на оправа вы там так нет 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 оправа мне вообще это сейчас не сильно волнует именно ты посмотри ближе покажи это это шедевр это шедевр это такой как барельеф делается все делается из ракушек я очень люблю именно есть камеи сделаны из каких-то полу драгоценных камней даже стекла есть может быть еще не только а я люблю вот именно такие вот это моя коллекции личные вот я его продавать не буду особенно это классная значит вот это просто женский дмена пропили может вот это вот богиня диана охотница потому что у него колчан со стрелами вот это лук кусочек да и полумесяц в волосах у нее такой как украшение да еще одна и камея вот это это очень редкая на религиозную серебряная брака но это это богородица возможно какая-то святая тоже скорее всего богородица чудесные камеи и опять же качество квалификации это очень хорошие мастера делают такую это золотые ругать кто угодно она без иисуса тут андрюша поверь мне это возможно это с любая святая может быть мы канонов не знаем мы не знаем но вот я знаю что это у тебя такое предчувствие ну пусть будет так вот так вот вот такие работы интересом так что вот эта коллекция очень доволен камеи камеи это был но это бушевующее море и скалы ну пусть бушует дальше ну а мы с тобой будем закругляться часто как всегда прочтешь несколько стихотворений и мы увидимся в следующий раз ну перед папыными стихами чуть-чуть поговорим о жизни папа сейчас находится за кадром так точно да и сначала хочу рассказать такую небольшую зарисовочку в 90-е я учился тут в университете и в колледже до этого и вот такой маленький не сказал это инцидентом на происшествие такое оказия в общем очень тогда нам мозги промывали одним художником если его можно назвать художником и вызвали дэмиэн херст ты слышал такое я-то слышал ну-ка я мало работал с работе у него знаком это который коров распиливал у конечно это потому что в то время вот это система обучения вся сильно тана и сейчас еще больше болеют такие мне можно как-то выругаться в его адрес нет позже позже заражено этим они называют это концептуализм в общем название красиво да и все что не концептуализм то не считается настоящим искусством вот такие дела слушая когда-то слышал интервью одной девушке тоже на ютюбе где-то что она сказала шишкин это не художник ухи дал бы я ей а хорошо мне там тоже говорили что я не художник время но андрюша давай казус расскажи от сюда даже скажу в общем я принес там я делал такие очень экспрессивные пейзажи там на одно задание и мне сказали что это не искусство все но потом спросили а ты не можешь в колледже оставить нам самое интересное что у них комиссия назревала когда у них комиссия куда-то свыше идет они всегда просили тех кого они сильно не чествовали те кто могли нормально рисовать чтобы принесли работы чтобы они им показали что они чему-то учат да и но сейчас уже по-другому сейчас те что свыше уже тоже помнишь как они спрашивают кто тебя это научил вот так вот писать рисовать и они становились на на уши там вот это да как это папа но ты потом объяснил чтобы художник люди мои люди да в общем значит один момент я обязательно покажу вот эту картинку вставлю в видео этого произведения этого в колледже и художника потому что вы знали о чем я рассказываю в общем это как коровы андрюша я же видел эту корову разрезами но с мамой как-то зашли это тайт модерн да да и галерея мы видели да так галерея боже мой плеваться хотелось она с двух сторон корова или только с одной по-моему с двух двух в общем разрезанная напополам вдоль корова и между ними вставлено зеркало и значит и вот так это все выглядит я чуть-чуть ошибся зеркала у него были в произведении с акулой а корову и теленка они каждую половину положили в отдельный аквариум в общем между ними ходить можно и еще я слышал что там пахнет не очень приятно называется mother and child мать и ребенок в девяносто пятом году это произведение получила очень престижную премию тернера в лондоне сейчас она правда находится в астропферн ли музее модернового искусства будете в норвегии заходите и нам самое страшное что показывали видео как эти работы производились в общем они в каком-то то ли в сарае то ли в подвале в этих резиновых костюмах с бензопилами распиливают этих коров в общем кишочки наверное он мясником работал да и в общем они утверждают что это это то искусство которому сейчас надо стремиться ну да что то в этом роде это же кошмар у нас даже тема одна была такого семестра целого называлась искусство или мусор так это что мусор или как но вот решайте говорили мусор конечно да и значит и это в общем это тяжело очень смотреть было в общем как ужастик только проспиливали все по-настоящему кишочки и все там в общем мне я смотрел в нем было как козырек и я смотрел вниз все это время мне чуть-чуть подташнивало я был не готов к этого совершенно но это козынов смотрел вниз звуки оттуда конечно неприятные тоже мальчишка что-то был сколько тебе забыла мы-то мне у нее мне уже лет 16 было да и значит и ну как-то я устал смотреть вниз и посмотрел я в сторону и лучше бы я просмотрел в противоположную сторону меня чуть не стошнило значит рядом со мной сидела девочка я ее как ее звали я не помню она была из турции она сидела у нее была большая коробка такая картошки фри и она смотрела это видео ушел и да и она смотрела так как девочки обычно смотрят ужастики она в общем пряталась вот так вот за ним не ругай может она правильно правильное дело но это но это не останавливало и она все время оттуда это пряталась и кушала этот чип она нет я не сказал что он страшно было но просто тошнило от этого она и и нет ей было страшно и это свободно ела картошку в этот момент но как-то я это все-таки выдержал до конца эта девушка потом мне говорил а чё ты не вышел просто можно было выйти никто тебя вроде не держал но потом бы надо мной весь класс бы подшучивал на эту тему да я да дети они такие но ты интересный такая история интересный случай ладно видишь а вот сзади тебя твоя работа вот это так как ты работаешь это я щас работаю я щас более выписываю тогда у меня более экспрессивная же модерн хотел делать я могу показать позже позже покажем ну и вот скажите пожалуйста в комментариях стоит ли такие зарисовки разговорные делать дальше я могу много о чем рассказать вообще жизни в англии об учебе как-то коллектив какой коллектив классе потом целые отдельные несколько историй за мои неудачные похождения на сайтах знакомств если это кому-то интересно но некоторые подписчицы говорили давай рассказывай я там где-то 30 до обычно много женщин пишут за как похождения на сайтах знакомств а мужчины нет правда есть такие на ней логеры но они больше балуются там они серьезно да как они там наоборот что-то шокирующие пишут нам шокирующие отвечают они потом еще жахаются узнаем как интересуется не интересуется можно я тоже мог бы кое-что тоже рассказала интересное да но это надо припомнить еще много случаев интересно ну ладно ну теперь наконец-то обещанные стихи и увидимся следующий раз с вами был андрюха обыватель с папой до свидания привет начну с лирики стихотворение называется ночь месяц стоит над долиной звезды вокруг него пляшут те что подернуты тиной в озере будто бы краше месяц глядит в отражение звездами теме любуясь нет он припал на колени в омуте ликом красуясь месяц в раздумье глубоком на воду облако бросил только его от потока ветер игривый уносит месяц в порыве вслед диком в озере чистому мылся и не спеша своим ликом за гору прочь закатился месяц волшебную сказку шепчет тихонько закручи звезды умерили пляску сказку волшебную учат месяц испытывая ласку к полночи их убаюкал в роще прохладной с опаской фильм не громко аукал следующее стихотворение ручей очень был зол не найдя себе тень вьючный осел от рассвета весь день где же прохлада вечерний поры где же от рада глубокой норы только вчера курагу и изюм вез чуть дыша полон тягостных дум ловкий погонщик жару одолел старая понча и шляпу надел к счастью нашел от палящих лучей бедный осел кипарис и ручей звонче был лютни прохладный орык жаждущий путни кустами приник радость осла не имела границ влага спасла к ней припавшего ниц 1998 год и напоследок коротенькая будем щедры алые губы губ не боятся сердце как бубен кудри ложатся словно из шелка на груди тугие с воздуха созданы плечи ноги руки как плети беспомощно виснут и не заметишь в объятиях стиснут будем щедры все мы пленники страсти но до поры все время во власти 1996 год на этом пока все спасибо за внимание дорогие всем вам здоровья и счастья будьте здоровы до свидания до свидания